Христианская цивилизация 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 Это отображение некой мужской идеи среди пантеона. Создание заново творчества – это как раз такая функция субстанции инь или субстанции шакти, как это называется в индуизме. Субстанция янь или шакта – это субстанция соподчинения, организации, упорядочивания, выстраивания на лестнице, по вертикали. Тоже хорошая вещь. Очень здорово, когда в этом мире все находится в таком упорядоченном состоянии. Утрачен принцип, связь времен. Вот предок, вот потомок. Он не помнит ничего, не знает и даром в жизни пропадает. Но ночь купальская придет и злые чары отведет. И снова обретен завет. И потому цветет жар цвет. Если обратиться снова к юнгу, у человека есть две души, одна мужская, другая женская. Вот эта вот женская часть души, анима, значит, она есть и у мужчины. И когда, значит, человек занимается поэзией, кстати, по-гречески поэо, значит, творить. И слово поэт когда-то было близко к понятию шамана. Мои верования, значит, скорее языческие, если сравнивать их с любым пантеоном мировым и с любыми концепциями мировых религий, все подпишутся под тем, что это язычество. Но с точки зрения того, что это язычество, там, допустим, славян или какого-то другого народа, это не совсем так. Потому что, во-первых, нет язычества как такового русского или германского. Это все сплошь фрагменты или реконструкции, выдаваемые за, так сказать, подлинник. И еще, мир богов значительно изменился с той поры. То есть наивно полагать, что сейчас существуют абсолютно те же самые боги и уместны те же самые культы. Природа, в широком смысле слова, в том числе все, что сотворено, оно развивается и меняется. И боги тоже. Главный обряд главной языческой ночи. Отчего мы больше не слышим природу? И что она говорила язычникам? Сила трав. И почему есть места в мире, где христианство не победило? Таким образом, значит, в пантеоне, который я реально воспринимаю, с которым я живу, с которым я постоянно согласовываю свои планы, присутствует большинство опокровителей различных занятий, поскольку я занимаюсь и поэзией, и музыкой, и танцем, и пением, и тяжелой атлетикой, а точнее атлетизмом гораздо более совершенной формы, так скажем, физической тренировки, то я так или иначе являюсь, так сказать, жрецом этих культов. То есть покупка книг на научную или художественную тему, значит, проведение или участие в спортивной тренировке, фольклорный праздник, это все формы взаимодействия с тем миром, которым я, так сказать, играю какую-то важную для себя роль и числюсь на хорошем счету у тех, кто покровительствует этим занятием. Вот что такое, так сказать, жреческая функция в собственном смысле слова. Что же касается артизованной, инсценированной жреческой функции, то когда-то я этого делал больше. Со временем, значит, я наводню интернет архивами, как и оставил, обрядовые действия и праздники, причем не только на русском языке, но еще и на цыганском, древнегреческом, китайском, японском, шведском, прусском народности. Потому что прогресс – это не движение только вперед, это бег по кругу. Редактор субтитров А.Семкин